всем привет сегодня расскажу как отремонтировать вот такой вот рукав точнее вот эту вот часть изолятор которая изолирует сам наконечник который находится вот там внутри из которого вылазит проволока вот сопла в результате когда здесь она постепенно прогорает она становится уже превращается из изолятора проводник и появляется вот это напряжение которое мы имеем на проволоке но появляется на сопле и когда во время сварки мы соплом случайно дотрагиваемся до свариваем поверхность начну это обгорать сгорать то есть получается контакт сварочный контакт вот этого сопла с изделием сварочным вы видите у меня уже немножко обрезана потому что получились вот такие вот вы горы я немножко обрезал но здесь у меня но не до конца насажена потому что вот это изделие которое я делал вот этот вот изолятор он у меня немножко не дошлифовал и как-то вот сопло насадил и уже назад не могу стащить его но я не стал так как он становится держится довольно таки плотно прочно и я не стал ничего здесь разрушать все работает отлично на ура сварочный аппарат если кто-то смотри вот такой вот у меня поэтому проблемы с с поиском этого изолятора закончились у меня полным провалом я ничего не нашел ну и чего я это все делал сейчас вам все покажу так друзья вот эта штучка которая которая сгорела вот именно из-за нее потом получаются все проблемы вот она текстолитовая внутри идет снаружи идет сопло надеется на нее а внутри идет провода вот внутри него идет диаметр внутренний под наконечник а наружу под сопло по тросику по витой пружине скажем так поступает проволока через это все ну и в общем у нас горает она становится со временем начинает проводить ток в результате этот ток поступает уже от наконечника через вот этот вот изолятор так как он уже становится не изолятор а проводником поступает на сопло и во время сварки если сварки происходит то во время контакта сопла со свариваем поверхностью во время сварки мы сопло как бы зачастую уложим на сам металл тогда удобно вести его и одновременно варить держать на весу и соблюдать вот это вот расстояние достаточно сложно ну либо приходится иногда подкладывать как-то руку вторую во время сварки чтобы держать вот это сопло на весу когда вот этот изолятор прогорает его нужно постоянно держать на весу потому что во время контакта его с изделием сразу начинает она гореть что достаточно сложно зачастую она залипает то есть прилипает и чтобы этого избежать нужно менять вот этот вот изолятор сопло получается контакт и тот же самый сварочный эффект сопло сгорает место проволоки либо электрода там неважно значит выход какой я вам показываю сейчас две вещи это крышка трамплера от газ 66 она у меня новая поэтому нею стало жалко и не стал не стал использовать но вот дайте наконечники важно найти текстолит но вот у меня найти текстолит не получилось нигде ни в одном супермаркете не на строительном рынке у нигде не получилось найти чтобы конечно тут все это можно изготовить при при наличии текстолита все это можно готовить на раз два но проблема в том что его не найти я думаю такой проблемой столкнуться многие а вот то что я вам сейчас показываю то чем это можно можно заменить это я думаю найдется в каждом доме эта пробка автомат как сожалению уже раздолбанная и и разломал в таком плане я думаю в каждом доме на каждом рынке в каждом магазине такая пробка существует ее часть которая вкручивается но к сожалению у меня нету целая чтобы я вам показал но тот кто будет делать обязательно сам поймет когда возьмет в руки пробку какая часть вам понадобится вот кстати от нее самая нижняя часть дальше идет точно такого же диаметра все вот такой вот высоты еще раз говорю можно при за стран с крышкой трамплера но мне и было жалко хотя газон это у меня уже и нету но новая крышка может быть кому-нибудь пригодится еще поэтому как вариант текстолит он не горящий и является изолятором поэтому обязательно должна быть невозгораемая и изолирующая изолирующий материал ну на этом буду заканчивать все всем пока удачи а